Хаос. Именно так называют ситуацию с беженцами в Европе, которая теперь обострилась еще больше. Резко меняет тактику Хорватия. Еще накануне вроде бы гостеприимно принимавшая толпы приезжих из Северной Африки и Ближнего Востока. 11 тысяч человек только за сутки. Ощутив масштабы бедствия на себе, хорватские власти отдают приказ блокировать дороги и закрыть почти все погранпереходы. В повышенную готовность приведена армия, а беженцы тем временем продолжают штурмовать поезда и автобусы, которые, как им кажется, еще могут привести их в лучшую жизнь. Кадры с места событий у Евгения Завадского. Этого боялись и это произошло. Людской поток достиг критической массы и началась неуправляемая реакция. На станции хорватского города Травник, что на границе с Сербией, давка в поезд до Загреба попадает тот, кто сильней. Полиция что-либо сделать не в состоянии, скорее бы уже просто уехали. На придорожном щите инструкция для своих. Пробился в Хорватию, спеши перебраться в Словению. За ней мечта беженцев Австрия и Германия. А там уже на вокзалах не протолкнуться. Меркель, Меркель, иди к нам. Пришли за мной самолет, автобус, поезд пришли. В Хорватии и Словении плохо. Когда в Хорватию за несколько дней пришли больше 11 тысяч беженцев, власти страны кинулись закрывать границы. Белград понял, что соседи буквально бросили его на произвол судьбы. И теперь грозит Загребу международными судами. Тем временем Будапешт отдал приказ выстроить стену против беженцев и на хорватском участке. Что, впрочем, не помешало ему обвинить соседа в отсутствии солидарности. Что делает Хорватия? Вместо предоставления надлежащего ухода для иммигрантов и их регистрации, она посылает их в сторону Венгрии и Словении. Вместо того, чтобы предоставить помощь на месте. Испугавшись неуправляемой толпы, Словения остановила все поезда из Хорватии и призвала соседей оставить всех беженцев у себя. Легко сказать, но трудное сдело. Часть беглецов сербы действительно пытались задержать, выделив для них удобные гостиницы. Но те посчитали, что их загнали в ловушку и теперь не пустят дальше. Едва не дошло до драки. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам призналась, ситуация в Европе близка к критической и немедленно решить проблему невозможно. Впрочем, свой вариант предложил президент Франции. Вот только устроят ли план Парижа балканские страны? Большой вопрос. Во-первых, нужно создать несколько центров для беженцев в Италии, Греции и Венгрии. Они должны работать, уважая человеческое достоинство. Во-вторых, те, кто прибывают в Турцию, должны оставаться там и получить работу, пока ситуация в Сирии не улучшится. И третье, о чем мы условились, нужно, чтобы эти люди не могли обойти контроль. Чтобы у нас была возможность отправлять их обратно, если они не имеют основания остаться. О том, что не все они покинули свои страны из-за угрозы жизни, а просто ищут бесплатное жилье и пособия, сейчас все больше говорят в Европе. В свою очередь, немецкие спецслужбы заявили, что террористы, в том числе из группировки «Исламское государство», прикинувшись сотрудниками гуманитарных организаций, активно вербуют беженцев в свои ряды. Приходит сообщение, что неразберихой на границе воспользовались и косовские албанцы. Под видом беглецов с востока они тоже устремились в Западную Европу. Евгений Завазкий, Кирилл Данилов, Первый канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова